Продолжение следует... Мы тогда на свадьбу приехали. Ну, по тупому сломали, тоже неправильно было. Тогда разберемся, это будет. Я там прихватил одно железо на всех случаях. Что-то не так пойдет. Все хорошо. Погнали? Вы что, пацаны, попутали, что ли? Это же беспредел с вашей стороны. Я же не один, с семьей же был. Слушай, а так-то путают непути. Среди нас таких нет. Ты сюда! Сука! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, два через час у меня. Я тоже в офисе. Дружинка, как дела? Салам Алик? Салам Алик? Да, я что звонил там, это... По тому объему хамзат звонил. Там работягам же не оплатили. Так? Какой-то хамзат, не знаю. Знаешь такого, слышал? Это который по моему объему, по Качтаву? Да, там сейчас звонит. Вечер встречу. Знаю я этого человека. Положенец он по городу нашему. Но я думаю, решил этот вопрос, я сам его решил. Давай вместе поимем. Сейчас думай, слушай. Что за фунт вообще? Что из себя представляет? Человек очень серьезный. Человек в авторитете. В свое время шумел. Сейчас просто немного подуспокоился. И решает там чужие проблемы. Третьейский судья, короче. Ему дорогу лучше не переходить, Бау. Хамза меня зовут. У тебя вопрос есть? А что вопрос? Ты объем закрыл, деньги получил, но деньги рабочим так и не выплатил. Нет, какой объем их много? По как считал? В чем вопрос? Там сами рабочие закосячили. Ну, за кого-то еще бываешь. Ну, какая разница? Ты объем закрыл? Нет, брат, подожди. Послушай тоже меня. Я закрыл объем, да. Но там, получается, они сами накосячили, бухали, на работу не уходили. Я тоже выслушался от Акиматовских, от ребят, кому здорово. Подожди, Баужа. Хамза, а кто эти люди тебе будут? Это обычные, простые люди. Они пришли ко мне за помощью. Это мой старший брат. Я за него в ответе. Он не сирота. Ты за него отвечаешь, да? Я с тобой. У тебя семья есть? Дети? Я понимаю, что... Они кушать хотят? Я понимаю. Ты знаешь, кто я в городе? Да там, Хамза, перебью, там всего миллиона два-три осталось. Для тебя это миллиона два-три мелкие деньги. А для них это очень большие деньги. Я знаю, кто ты, Хамза, и я знаю, за что ты смотришь. Давай выслушаем вторую половину. Я думаю, месяц-полтора рассчитаемся. Месяц-полтора долго? Две недели? Укладешься? Думаю, это шумчай. Ты в ответе, раз ты за него прошел? Да не вопрос. Домир, как дела? Все пойдет, сам как. Пойдет нормально. Давай я сразу к делу. Сейчас на днях один контракт большой идет. Тебе знакомо? Да, знакомо. Три года уже работаю. Вот, я решил их кинуть, короче. Не, погоди, как кидать? У меня проблемы будут за это. За это не переживай. Кидаем в открытую, деньги пилим. И там уже и машину себе возьмешь, и там можно, квартиру тебе хватит. Но твоя компания выступит, с ними отработает. Деньги на банк зайдут, с банка снимете и ко мне занесете. Мурка сейчас документы проверит. Ты все документы подпишешь и ко мне. Завтра какие-то вопросы даже будут? Там по мере поступления будем... Да не, Балер, подожди, не пойдет так. В смысле нет? Подожди, Домир, ты у меня работаешь, я тебе работаю. Я тебе стал делать, будете делать. Все, заключай долг. Ничего не знаю. Алло, да? Ничего, на работе здесь. Да, как всегда, допоздна. А че? Да, тут шеф что-то запарил. Свои криминальные темы мне толкает. Да как бы проблемы потом не были у меня. Бакет, салам алейкум. Салам алейкум. Я насчет денег? Да, слушай. Че, когда оплата будет? Сейчас у нас в Вакимате проблемы пока свои. Ты заколебал болжан со своей отмазкой. Когда будет оплата? Ты, надо людям заплатить деньги. Люди работали, выполняли свой объем. Я понял тебя. Давай, у нас в Вакимате человек поменялся. Сейчас пока не до вас. Бауэр, людям надо зарплату платить. Люди голодают, семьи надо кормить. Давай потом поговорим. Эй, слышь, Бауэр. Стой, руку бери, бля. Бауэр, ты что свое поймаешь? Че, у вас кем, брат, не занят? Да, Муро, проходи, сейчас почту отправлю. Че, как дела у тебя? А пойдет с этим проектом до сих пор наше. У тебя че на работе? Ничего, пойдет потихонечку. Слушай, там пацаны объем хороший подогнали. Че забьем? Я тебе на почту скинул, там посмотришь? Давай, не сегодня. Сейчас, завтра посмотрю. Че-то голова забит лучше с этим проектом. Че под тем рта у нас? Да, там осталось, в принципе, дней десяти. Проходи. Все, все, ты оставь, сейчас посмотри. Че, брат, может вечером попил? Давай будем здоровы. Короче, Мур, тема такая. Там по ТО магнит, транш хороший идет, тендер большой. Вот я думаю, его швырнуть, короче, кинуть. Кидать будем через Домира. Да, получается, ты хочешь его подкинуть, просто этот Домир подставить? Три года с ним отработали, а то теперь вот это. Да какая разница, три года, два года, пять, хоть десять лет. Нормальный куш плет, братан. Короче, деньги заходят на Домира компанию, Домир снимает, тебе несет. А потом мы с тобой попилимся. Ты эти все документы проверь, хорошо только проверь. Где надо подписать, пусть подпишет. Транш вот на днях будет. Чина с нами в теме, Чине считал, закинем. Может, тебя брат несет, нет? Брат, что ты мне не доверяешь, что ли? Я тебе говорю, надо делать. Нет, я тебе доверяю, но этот... Ну все, давай на этом фоне, что, Чина, полежь, да? Да каринцы, Домир, не Домир, да по барабану кто поставляет. Там куш хороший, завтра он купит себе машину, ну, там что хочет. Надо братишек кинуть, Чина растет на глазах. Мы же родные, емко, ты что, отворачиваешься от меня? Все, брат, как скажешь, так и будет. Давай, брат. Все, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр, что там у тебя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я вот пока читал с комбином, все, можно читаться, как срок поднесел. Здесь все? Все ровно там. Все, побежал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди. Ты, Ордаха, благодари за то, что он так тебя выручил. Если бы не он, я бы с тобой по-другому разговаривал. И вообще, я слышал, что у тебя это не первый случай. Ты людей кидаешь, ходишь. Ты вообще хорошо себя чувствуешь? Хорошо спишь? Если еще раз наши дороги пересекутся, тебе больше никто не поможет. Ни Ордах, никто. Все, Ханзай, понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Может, этот день я в Инстаграме нашла, кто-то прикол по стенам. Хотела бы на вещи отдать. Либо самовыводно приезжаю, забираю, либо официально отвезу. Дядя Вася, как же мысли? За вечер, поздайте. Секунь, здесь у меня по математике всё, смотри, поднимательный. Захожу. Дирешка, я по-русскому. Тоже поднимательный, не торопись. Всё, думаем, сначала читаем внимательно, потом делаем. Ясно? Ты чё, мокрая? Ты где была? О, всем привет, как дела? О, сама как дела? Обедайте. Приятного аппетита. Чё, как дела? Живусь там? Да, потихонечку. У тебя откуда? Да, я здесь так, спокойно, как дела, поехал. Сейчас посудят, по-моему, кьюти. Так, такого нету, что-то случилось? Какие-то проблемы? Знаешь, вот и слизишь там, а там два места. Как всегда, со струхи дела. Со струхи дела. Ну, мне кажется, звуки мат просто. Всё, всё, давай сделаем. Давай, проехать. Всё, хорошо. Здесь проблемы? Нужно переживать. Всё, погнали. Переодеваться. Надо сбоку. По-другому дому. Подключается. Хорошо. Всё, хорошо. Паругу. Жидкостья. То, и дrimон. Всё, сильности, глину. Ты queи. Ослабивается? это вообще интересно что подарить чё братья куда рвём сегодня на похавать поедем блин я забыл нам же надо заехать на заправку за ним давай перезвонил ты чё путаете ребятам как ездить его туда подрежьте его с той стороны 95 снег гигапарда они что-то хотят что ли да я думаю надо поговорить ордак дойдем поехали к четверо да ничего страшного сиди в машине все нормально что делаете у тебя будун уже настанет Сушняк! Снег будешь заразить! Покажу с него, блядь! Пацаны, я же, блин, нечаянно у вас подлезу! Если нечаянно, кто-то научил ездить? Ладно, подожди! Черт, они, сука, покутали вообще, блядь, тварь! Сейчас я с ним, блядь, буду по-другому базарить! Бота, дай мне воду, а? Бот! Мыши, блядь! Отморозки кончены! Нормально? Да, пойдет! Голова, блядь, нормально! Ардак как? Я его за ребятами отправил, посидеть, соберет, на Кокштаб поймем! Бал, боже, не надо, ребятам что-то заявление напишем! Будь что, я тебе терпилась, что ли, заявление писать? Никогда не писал, писать не буду! Будем ответку делать! Сейчас я ребят соберу, Кокштабских пойму своих! Нифига себе! Давай, вы, пожалуйста, не разбирайтесь, не надо никакие стрелки! Давай я просто напишу заявление, и все! Давай я сам буду узнать, все! Хайбот, подожди, мне не дойти, голова, блядь! Сейчас, пистели! Ой, у тебя все всегда явно, 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 явно! Я узнал эту тачку, пробил, кого не двигается! Ага! Жарить не всегда есть такие парни у нас в городе! Там младше нас немного будут! Сол хотел их пробить, потом выехать на Кокшином встретиться, поговорить над чем-то, сойтись с ним! Так же тоже не бывает отморозки! Я сам скачетал это, е-мое! Из-за этого, братан, вот, ты обратился к тебе, узнать! Может, с Абаем большим, если они серьезные какие-то, с Абаем большим, может, встречу организуешь мне? Объяснюсь! Поговори с ним! Да, без проблем, братан! Завтра как раз с Абаем собирались на бане нашей! Слушай, давай туда еще подъезжай! Поддержку попросим! Да, где-то в Страханете, просто уже сколько переехал уже! Все, брат, Рахмет Большой, ты можешь мне этот контакт из Едового пробить, скинуть? Я с ним сейчас наберу его, поговорю с ним, забьюсь! На чем-то надо сойти же! Да, братан, в течение часа скину! Алло! Слышь, татар! Кто это? В смысле, кто на заправке, не помни, что ли, позавчера? А что хотел ты конкретное? В смысле, что хотел, спросить тебя, нифига ты гонишь, что ли, на ровном месте, я с семьей еду! Если спросить хочешь, жена, если спросить хочешь, приезжай, сука, я в городе в Качтавино! Я толпать, ты попроще разговаривать, слышь? Эй, как хочу таки, разговариваю! Ты подожди, послушай меня сюда! А что тебя слушать? Давай, я приеду, когда, ты завися, ты где, когда будешь? Завтра, приезжай, я в городе, вот мои цифры, знаешь, нах... Ничего, блядь, охуели, что ли там? Я, ты попутал, блядь, гуси на туре, ты попутал. Давай, завтра будем путать, наху, кто попутает, наху! Все, тащи базар, приеду! Давай, давай, наху, уехала, давай! Давай, давай, наху, уехала, давай! Я тебе кончу, понял, ты! Пойдет, пойдет, как сами! Пойдет, потихуем, да? Да, сами, так всегда! Дома, как? Пойдет, очковник, братан! Астана на связь уходит? Где гусей помеш уронили на Астане? Эти коммерсы, что ли? Да, эти коммерсы на разговор тянутся! И что они хотят общаться? Разговоры хотят! Увидеться, встретиться, пообщаться! Че зовут депутат? Да там на заправке резанулины! Мы их положили, усыпили! Да пусть приезжай, братан! Порешаем их! Там-то порешали же все! Положили! И здесь, в своем городе, как считай, не может положить их, что ли? Ну, все-то да! Я сейчас, наху, верю? В прошлый раз бизнес будет! Опять на лыжи надо будет становиться! Ну, давай тогда, братан, подождем, дай ей! Да-да? Да-да? Нет, так надо их делать, че! Не просто огонь, как они едут! Заруба небольшая, соус с этими отморозками едем! Где, во сколько? Я тебе еще ближе сообщу, хорошо? Все, принял, братан! Все, брат, хорошо, все, на связи! А так делать будем, и что? Делать всегда успеется! Ты же знаешь, главное довести человека, чтобы он понял, осознал свою, крах он или не крах он! Че тогда? Ребят со спортзала всех вытягиваем, на завтра добиваемся! Хорошо! Раз, два, три! Оу! Отдыхаем! Да, Монгол! Салам алейкум! Да, Джахса! Рахмет! Хорошо! Да! Когда? Есть! Десять пацанов хватит? Будет! Сделаем! Джахса! Хорошо! Пацаны работаем! 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 Поехали! Давай! Поехали! 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 Я с людьми, да! С моей семьей едешь с детьми, здесь у меня какие-то молодые ребята... Тупо подрезают и начинают разговаривать! И то к разговору к общему не приходим, начинается рука при пластыре! Тоже мои пацаны никогда не стояли, не молчали! Надо коснуться, будем поступать! Брата! Пацаны не простые, отмороженные! Да каренс отморожен, если тебя по беспределу кидают в тебя, правильно? У них неправильный образ жизни где-то вообще! Да что-то тоже стоять не было! Да кем бы они ни были, хоть сироты, не сироты, так поступать нельзя! Видишь же, что человек с семьей едет! Как бы оно там ни случилось, я так думаю, к этому не должно было подходить! Или можно было просто оттянуть этот разговор? Ребята есть у нас? Просто где-то подлежать? Ну, мой, Арман поможет! Поддержку дать, да! Даня, что там с пацанами с железом? Натянем! Да пацаны, не вопрос, наставьте! Дадим ли мне? Пацаны, кушайте, попарились! Что там? Готовьте стволы, пацанов натягивайте! Надо помочь брать! Большое добро дал! Тем более! К трюм созвонимся! Погнали? Что довезешь? Понимаете! Погнали! Европа! Субтитры сделал DimaTorzok 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 к тому, кто его бросал. Так же и в жизни. Сделаешь кому-нибудь плохо, и оно рано или поздно вернется к тебе. Как бы далеко ты не забрасывал свой вымиранг. Всем привет, друзья. Меня зовут Бауржан. Только что вы посмотрели мою первую дебютную работу прошел с несуительной строгой. Данный фильм, во-первых, был снят очень в короткие сроки и на империализации, как сказать, на энтузиазме. И с небольшим бюджетом. Хочу выразить большую благодарность своей съемочной команде. Это Герлану, Дамиру и Аблайхану. Большое спасибо хочу сказать своему близкому другу Ардаку за его финансовую и моральную поддержку. Друзьям с Кокштал, с Астаны, большой рахмит. Хочу поблагодарить, во-первых, свою маму, свою семью. Очень большую благодарность хочу выразить своей супруге за поддержку. Как она меня наталкивала, просила, давай семьи, иди с ними. Времени нету, то нету, то нету. Но это несмотря, мы отсняли фильм. Почему я назвал фильм «Накрою закон бумеранга»? Я хотел доказать людям, что надо жить честно, порядочно. Потому что, если вы делаете зло, она рано или поздно придет к вам. Это все может облиться. Даже не на вас, а на ваших родных, близких детей. Живите честно, порядочно. Уважайте друг друга. Цените матерей, взрослых. Любите жен, любите сестер, братишек. Если мы будем жить дружно, помогать, тогда, мне кажется, люди будут дружнее, народы объединятся. Казахстан большая страна, мгновенциональная. Надо русский, белорусский, ингуш, чечен. Надо держаться все вместе, потому что это Казахстан, многонациональная страна. Мое мнение, если каждый человек будет стараться помогать близким, делать добро, мне кажется, мир изменится очень в хорошую сторону. Прошу оценить данную работу лайками. И по возможности, комментариями. Вообще, в планах отснят второй фильм. Ну, позже будем смотреть по бюджету, по финансам. Большое всем спасибо за просмотр. Спасибо вам большое. Мошенник, я на тебя в суд подам. Убери телефон. Я отсюда покажу. Сам иди. Ладно. Хватит. Чего сего? Больше, чем себе. Блин, что-то не бывает. Убираем. Я не видел. Вот. Когда вы мне подписали, подпишите. И ко мне все не удержали. Вас сейчас перезвоним, перезвоним и снимаем фильм просто. И в это время давай как будто Мурка заходит, должна подпишите. Я же семью живу, не один же. А с пределами. Я впервые вижу, скейт, скейт. Да это хопа будет. Мой брат. Я. 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 Мой брат.